Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске мероприятие памяти жертв геноцидов в государственных архивах. В Степанакерте состоялось мероприятие, посвященное Международному дню франкофонии. Реализованные меры безопасности не означают позиционные уступки и эвакуацию. Аскеранская районная администрация, искусство и ремесла Западной Армении Люсене Назарян, дворец Исаак Паши в Западной Армении установил рекорд по количеству посетителей. Дараник Дамирчан – 145 лет. Принято считать, что традиция опоминования жертв геноцида армян началась в 50-летие 1915 года, то есть в 1965 году. Из госотчетов мы узнаем, что это началось намного раньше. Армяне никогда не забывали первый великий геноцид 20 века своих замученных братьев и сестер. По некоторым данным, в 1919 году сразу после войны в Константинополе построили первый памятник жертвам геноцида. Армяне ежегодно 24 апреля совершали религиозные обряды в Ливане, выступая и устраивая демонстрации против Турции. Статья полностью доступна на нашем сайте. Мероприятие, посвященное Международному дню Франкофонии, организовали в Степанакерте, Центр Франкофонии, Дом Полия Люара и Гадрудский Центр Творчества. Были представлены рукоделия воспитанников с армяно-французскими национальными мотивами, а также представлены французско-армянские песни и танцы. 20 марта отмечается Международный день Франкофонии. Эта международная организация оказывает большую гуманитарную помощь всему армянскому народу, особенно нашему народу Арцаха. Наш центр всегда был в центре внимания различных французских организаций, сказала Ирина Тамразян, директор Гадрудского Центра Творчества. В эти дни в ряде сел вблизи линии соприкосновения наши вооруженные силы совместно с российскими миротворческими войсками принимают дополнительные меры для обеспечения полной безопасности местного гражданского населения. Об этом сообщает администрация Аскеранского района Арцаха. По словам источника, эти меры не означают уступок и эвакуации населенных пунктов. «Призываем вас воздержаться от беспочвенных домыслов, чтобы не спровоцировать панику среди населения», – говорится в заявлении. На телеканале «Западная Армения» Люсине Назарян, руководитель группы традиционной песни «Танцы Нубар», представила свою деятельность в этой области в рамках программы «Искусство и ремесла Западной Армении». Она подчеркивает роль национального, чтобы было одним из главных мотивов создания Нубара. Особое впечатление на нее произвели визиты в Западную Армению, где после выступления к ней подходили люди и благодарили за то, что она напомнила им о своих корнях. По словам Люсине, скрытым армянам, проживающим в Западной Армении, очень трудно сохранить свою идентичность, и через «Искусство» они могут общаться с культурным наследием. Дворец Исаак Паши, построенный в провинции Агр в Западной Армении, включенный в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, принял 96 тысяч посетителей в 2013 году и 226 тысяч в прошлом году, несмотря на препятствия, созданные COVID-19. Дворец, являющийся одним из важнейших исторических и туристических объектов, своей архитектурой и великолепным строением принимает туристов из многих стран мира, особенно из стран Европы. Дом-музей Дароника Домирчана организует конференцию, посвященную 145-летию со дня рождения писателя. Он состоится 25 марта в Литературно-художественном музее имени Чаренца. С научными докладами выступят известные ученые, деятели культуры республики. Будут представлены плодотворные заслуги классика в области литературы, театра, кино и общественно-политической сфере. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!